привет ребята новый рецепт варка на новой пивоварне грузила 65 литров это моя будет первая варка планировал сегодня сделать но не успел так как тут небольшие были танцы у нас с этой пивоварней сейчас я расскажу давайте сначала о пиве пиво будет у нас сливочный эль из гарри поттера ну попробуем сварить не знаю что получится можно назвать его кремовый эль почему из гарри поттера ну друг попросил я сам гарри поттер не смотрел а друг попросил грица а ты можешь сделать пиво как вот они топили он такое вкусное такое сливочное ну правда просил два года назад все давай 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 и вот наконец-то мы попробуем это сделать уже набрать на новой пивоварне и больших объемах ну очень интересный рецепт придумывал сам даже не знаю что получится хочу получить такой кремовый эль с бисквитными нотками возможно немножко вкусом печенья немного цитруса немного цветочности но посмотрим в итоге что получится по поводу пивоварни сегодня встал хотел отварить пиво сделал стартер вчера еще для из дрожжей с 04 все хорошо помыл ее приконектился к вайфаю все настроил все чистенько залил воды 45 литров и так думаю дай проверю посмотрю какая температура здесь у меня показывал температуру 15 градусов вставил свой градусник вот этот который я всегда использую и еще мне такой беленький есть решил на них проверить там показывает 20 на белом 19 думаю блин ну а еще многие комментариях писали что вот температуру здесь проблемы думаю елки-палки ну давай ладно буду настраивать температуру тут по двум точкам надо это написано на кривом русском языке но видно с переводчика настраивание температуры идет по двум точкам по нулю и по 100 градусов этот меня вообще поразило если честно как можно написано залейте пивоварню ледяную воду где я возьму воды 0 градусов или мне со льдом ее сюда закидывать и поставьте первую контрольную точку вообще удивительно ну ладно думаю поставлю контрольную точку 20 так как термометр показывал 20 напомню а здесь 15 хорошо потом пишешь поставьте вторую контрольную точку 100 градусов думаю я же нахожусь в этой менюшке как я поставлю вторую контрольную точку но в итоге разбирался разбирался уже службу поддержки обратился потом понял что оказывается можно нажать на клавишу play и она сама подымет до температуру до 100 градусов все нагрел получилось пришлось нагревать 45 литров у меня вода идет вообще с осмосом и жалко было выливать но только сейчас я сообразил что оказывается можно было открыть вентиль и обратно по бутылкам все вылить оставить литров 10 и она быстрее бы нагрелась быстрее бы 100 градусов было ну 100 градусов была бы температура вот видите умная мысль приходит а после ладно нагревал я воду 45 литров до ну 100 градусов поставка вторую контрольную точку все хорошо посмотрел здесь 100 градусов потом вышел из менюшки у меня 100 градусов белым градусником померил тоже 100 градусов температура начинает падать доходит до 70 и чем больше она падает тем больше идет разрыв и смотрю ну разрыв температурах смотрю здесь опять показывает грубо говоря 75 здесь показывает 70 белый градусник показывает 74 но я вообще думаю ну чё делать непонятно да вот как как такой ситуации какой-то брак косяк что ли думаю дай посмотрю еще у меня папа занимается мост самогоноварением у него тоже градусники есть пошел сходил взял него три градусника новых но не новых а тем теми что он пользуется померил ими здесь у меня грубо говоря 70 показывает на них 71 71 с половиной на этом 75 не может быть и на втором моем же белом тоже 70 74 75 думаю блин это получается я два года варил пиво используя в принципе как основной вот этот градусник с этим щупом и отвод два года варил пиво с неправильной температуры это вообще просто к этой если оставил паузу 68 раз попах по факту она у меня была 64 это класс думаю а то что здесь вот как я и сказал полтора градуса разница да это принципе ничего страшного потому что видно здесь тоже к это есть ну может быть чуть-чуть косяк какой-то может быть просто из-за того что градусник где-то установлен по-другому немножко кстати многие могут подумать что я может из того что здесь сверху одна температура снизу другой нет я включался циркуляцию воды сейчас покажу как это делается вот таким способом то есть температура в принципе было везде одинаково то есть для этого циркуляция сделано чтобы поддерживать одинаковую температуру снизу вверх до подается сусло ну из вода и температура у нас одинаковая да и для меня сегодня это был прям шок небольшой может быть большой дальше я посмотрел щуп есть такой же приборчик тоже у папы да он более такой фирменный посмотрела поменял щуп и дело в щупе в самом то есть проблема щупе так что эти термометры я вам рекомендую покупать подороже не знаю есть такие фирменные может быть все маски либо вот я просто купил на лиэспресс но не то что первый попавшийся самый популярный видно недорогой и вот такой косяк я уже начал на пивоварнику решить думаю елки палкил купил да новое оборудование вот это да но это целом о том как прошел мой день и вот по итогу время уже позднее уже 10 часов вечера я еще не приступал уже буду завтра пиво варить давайте ладно пиве по поводу воды сразу скажу тоже 45 литров заторной воды 12 литров промывочной на пивоварни я варю первый раз поэтому будем регулировать воду по факту точнее не вода плотность мы планируем перед кипячениями иметь плотность 10 то есть если будет плотность побольше я разбавлю водичкой если будет поменьше плотность уже чуть подольше пикипачу первые 15 минут без хмеля просто покипячу ну там 15-30 минут чуть подольше но по-другому нет вариантов как бы сходу я так не могу узнать какая здесь эффективность как здесь что но думаю я так прикинул по моим предыдущим варкам на кастрюле то есть принципе 45 литров здесь 12 литров промывочной будет идеально не забывать что промывочная вода должна быть где-то порядка 78-80 градусов также я буду делать водоподготовку заморочился я у меня вода с осмоса ну точнее она всегда была с осмоса но я раньше сделал потом не делал и решил сейчас заморочиться добавим мела два грамма добавим хлорида кальция три с половиной грамма и псома соль 8 грамм и пищевой соли один грамм то есть это мы все добавим размешаем потом уже будем засыпать соло не знаю правильно так делается или нет но я обычно так делаю сначала воду все засыпаю по пиаш по пиаш получается у нас у меня есть пиаш метр может кто не знает хороший купил я ну а хорошие относительно хороший то есть не такой не желтенький который постоянно врет пиаш хочу заториями где-то 5152 на после кипячения хочу иметь пиаш 5 и 6 был так оптимально я так прикинул для моего вида пиво для сливочного или это будет идеальный пиаш солд будем использовать авангард светлый всего солода будет 10 килограмм авангарда светлого будет 7 килограмм это принципе хороший солод если кто-то пользуется не точнее не пользуется не знал о нем посмотрите забить в интернете авангард светлый солод он самый обычный идет мне нравится вполне хороший кара клейр два килограмма 200 грамм это нам даст бисквитные нотки но это прям то что нужно для сливочного эля и 800 грамм овсяных овсяного солода а у него экстративность 52 процента и он тоже нам даст кремовый вкус и вкус печенька прям все что нужно то есть еще раз 7 килограмм авангарда 2 килограмма 200 грамм кара клейр и овсяный солод 800 грамм но кара клейр это бельгия овсяный солод у меня по моему по моему курский точно не помню паузы будут будут 368 градусов 60 минут 72 градуса 15 минут и mash out 78 градусов 5 минут тоже довольно просто и недолго кипячение будет у нас происходить 60 минут то есть на опять же 60 минут в идеале если мы выйдем на плотность 10 ну по рецепту вообще я планировал 60 минут делать кипячения хмель будем использовать пермиант это мы дадим начале кипячения пермиант этот хмель по типу соаза у него альфа-кислота 68 если нет перемен то я думаю его сейчас тяжело найти у меня вот остатки были я все к миру и все соответственно но она не очень старый у меня принципе вот а если нет перемен то даже можете заморачиваться возьмите сас будет тоже самое вот нам понадобится 30 грамм и еще понадобится 50 грамм каскада каскад тоже очень хороших миллион дает дает цветочные цитрусовые нотки но вообще мне хороший на аромат он будет самое то а почему я перемен взял потому что все таки пиво должно быть пивом да во первых это на горечь он пойдет а то всегда хорошо когда сас на горечку как по мне вот мы готовить писнул уркал я тоже на горечь клал сас и тоже прям отлично все получилось во вторых хоть он идет на горечь на какие-то он ароматы даст и он даст именно пивные нейтральные хорошие ароматы и поэтому ну небольшое количество конечно поэтому моем случае перемен в вашем случае сас я считаю нужно здесь положить опять же это экспериментальный рецепт придумывал сам также нам понадобится две таблетки ирландского мха на обычно я использую одну но здесь решил использовать бед так как объем в два раза больше нам понадобится лактоза вот здесь у меня 500 грамм я долго думал сколько лактозы добавлять в пиво вообще было тяжело и найти думал может быть 200 300 400 проводил эксперименты наливал стаканчик воды добавлял там один грамм 2 грамма 3 грамма и пробовал на вкус меняет ли вкус вода становится на слаще ну не знаю добавим 500 грамм целый пакетик будет я считаю нормально я на дегустации расскажу если будет уж слишком сладкое пиво что маловероятно то я скажу на дегустации ну кто не знает лактоза это принципе основополагающие молока и вообще она дает сливочный вкус то что нам нужно его обычная лактоза точнее ее обычно используют стаутах ну мелк шейках еще ее сахаристость 25 процентов от тростникового сахара принципе она такая не очень сахаристая и чем ее плюс опять же почему и мы ее добавляем то что основные дрожжи точнее большинство дрожжей особенно вот коммерческие которые мы покупаем своих пакетиках ее не сбраживают то есть она останется в пиве и сладость останется сладость сливочность останется в пиве единственное она может немножко муди дать до в пиве но принципе у нас же кремовый эль вполне вероятно он не должен быть идеально чистым также еще мы добавим корицы 1 2 чайной ложки и мускатного ореха чайную ложку и еще добавим цедры лимона 7 грамм в принципе это все по опционально то есть кто не хочет заморачиваться можете добавлять но так как мы варим не просто сливочные сливочные или от гарри поттера там какой-то более он такой идет сказочные то есть должны вот этим быть небольшие нотки прям небольшие корицы мускатного ореха и лимонный цедры но это я так решил решил я не просто так я где-то на видео посмотрел американское как они из обычного или просто прям в стакан налево ну насыпают это все и вот так вот пьют тип вот сливочный гель ну добавим посмотрим ну я думаю этим мы не испортим горечь пиве будет порядка 11 объем но я думаю это вполне нормально нам так как у нас кремовые сливочные то есть не надо борщить с горечью главное чтоб хмель раскрывал эти цитрусовые и ну немножко цветочные нотки весь рецепт пива будет в описании может быть кого-то пива для побольше может быть поменьше вы просто пропорционально все разделите ингредиенты и посмотрите и плюс-минус также сделайте я сейчас буду приступать к варке уточнение сейчас завтра уже завтра буду с утра приступать к варке все для вас подсниму наверно в быстром виде если будет что-то такое интересное необычное или муж какие-то трудности у меня будут я вам это уже тоже ставки сделаю покажу разливать я буду его с помощью газировать точнее с помощью пищевой углекислоты опять же у кого нет возможности можете использовать декстрозу декстрозу на этот объем но я раньше использовал 180 грамм два раза меньше объем сейчас бы я использовал 360 грамм декстроза ну 350 чуть поменьше а может и 340 кому как нравится но это кому нравится какая газировка пива вот посмотрите тоже это ну принципе в предыдущих видео можно увидеть как я газирую мы будем пробовать углекислоту пищевую если нравятся такие рецепты нравится эксперименты и вообще формат ставьте лайки подписывайтесь на канал если есть какие-то вопросы задавайте если есть какие-то может быть я совершаю какие-то ошибки потому что я вместе с вами тоже учусь то вы тоже как бы пишите и комментируйте потому что вот люди какие-то идеи годные дают и я как бы прям с удовольствием их читаю воспринимаю и я всегда готов критики видите-ка это вообще полезно и совсем забыл показать я дрожжи ну все рассказал хмель солода дрожжи будем использовать с 04 это я сделал стартер вчера еще у меня он там на магнитной мешалке он будет сейчас крутится чуть-чуть подогреваться чуть-чуть сильно не надо его говорить я отсыпал 300 грамм солода взял маленькую кастрюльку налил литр воды но я так пропорционально рассчитал пробежался по паузам точнее пауза здесь было 2 68 градусов час час 15 и мышал сделал 5 минут и проверил на йодный через йод что все осахарилось все хорошо вот перелил баночку она все остыло засыпал дрожжи и все стартер готов у нас на уже завтрашнюю варку ну стартер лучше делать за день за 2 и я но там моя рекомендация лучше не лениться делать его из того пиво из которых вы будете делать того солода точнее с которого вы будете делать потому что ну не знаю многие замораживают да потом его размер точнее сусло они сделали до будущее пиво перелили в бак а часть оставили и заморозили и потом на этом на этой основе делают стартер но предположим если пиво было пшеничном но это уже как-то не то понимаете а я варю сливочную ель я понимаю что литр принципе нами на что не сыграет роли но это уже не чистый продукт и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло у нас около 12 дней... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо кайфанул... Реально кайфанул... Продолжение следует... 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 они по 19 литров их легко переносить это не такие баклажки тягать я их отвезу в гараж в холодильник они постоят там где-то с недельку может быть дней 10 где-то по температуре плюс . плюс 2 градуса но постоянно не просто так они уже будут стоять загазированные то есть я сейчас на любила за то отвезу и загазирую на пищевой углекислотой буду газировать это 24 атмосферы ставим кедди в холодильник постоят дней 7 310 уже газированный потом подключаем был разливаем по бутылочкам и пробуем возможно прямо свежак с вами есть попробуем не будем затягивать это знаете как люблю пиво своих через 8 месяцев попробовать и будет пиво без осадков надо что пиво удалось сейчас я уже включить камеру другой стороны и мы с вами вместе посмотрим на плотность и посмотрим ну я скажу какие ароматы в данный момент в этом пиве так давайте вот не обманул 18 9 ну 19 градусов скажем так ну вот 19 попал момент так откручиваю крышку сейчас опять я перехвачусь аромата почти мат великолепный вот так это выглядит как-то дан дрожжей многовато давайте посмотрим ареометром у нас получилось но не знаю видно или нет ареометр показывает 4 в принципе отлично с учетом того что у нас здесь еще была лактоза но рефтометр показывает видите на своих экранах 7 бриксов ну извиняюсь за картинку такая какая есть это тяжело вот эту штучку приспособить камере 7 бриксов в принципе оптимально я говорю с учетом того что здесь есть артоза пахнет очень вкусно фруктиками такой прям знаете даже блог не чем-то напоминает по запаху уже попробовал и я такая прямо есть такая еще при этом горечь хорошая но от хмеля именно и при этом есть сладость прям то что мы добивались не знаю будет ли это похоже на хотя как я узнаю похоже это на пиво из гарри поттера или нет но будем считать что это пиво из гарри поттера у нас прошла уже неделя пиво стоит кеках ждет розлива сейчас будем разливать обязательно каждый раз говорю нужна дезинфекция в моем случае я буду использовать средства star sun кстати уже сейчас свой найти у меня еще остатки есть хорошо я в свое время закупился их три штучки взял но мне это средство хватает где-то на полгода но это в старых объемах часто она уже чуть поменьше будет бутылочки приготовила взял и прозрачные бутылки взял и темные бутылки но что-то я решил была возможность взял прозрачные ради интереса чтобы посмотреть вид пива и количество осадка будем комбинировать также еще у меня есть стеклянные бутылки тоже использую на свой этап я взял такую насадочку ложку ложка называется специальную и тоже будем стеклянные бутылки разливать этот этап и не знаю многие пропускают я не знаю в принципе бутылка возможно довольно чистая а возможно и нет поэтому хочется хочется ребят полениться и вот это все не делать да сразу взять бутылки кстати в гараже лежат не надо их возить в дом мыть здесь а хочется взять бутылку и сразу долить пиво но блин как-то жалко просто так можно заразить там 43 в моем случае а так в будущем я планирую 48 литров пива варить и просто их заразить и потом слить куда-нибудь либо ну зачем сливать можно конечно перегнать и получить какую-нибудь там зерновую водку или хлебное вино но поэтому я вот все-таки не ленюсь и вам советую не лениться и все-таки бутылки мыть как мы это будем делать уже многие видели уже еще раз покажу на всех случаях потому что мало ли есть новички на канале берем крышечку точнее средства star sun я обычно беру крышку вот так вот наливаю сюда здесь у меня уже в емкости с помощью которой я буду мыть бутылки находятся пробки от стеклянных бутылок беру открываю водичку сейчас будет немножко громко и налил я получается теплой воды сюда видите она пенится это не юдированное средство то что star sun раньше было юдированное средство сейчас вообще такой не купить сейчас уже есть аналоги в принципе говорят тоже неплохие довольно таки но пивных магазинах можете найти берем бутылочку снимаем крышку три раза сейчас бутылка ведь немножко помятая было но она выпрямится когда мы будем пиво разливать и ставим в сушку дальше что дальше я еду сейчас вернусь все это помою еду в гараж и уже там включаться не буду просто с помощью баллон с углекислотой а этапа разовью все пиво по бутылочке мы с вами попробуем его будем не затягивать не будем будем пробовать стараться сразу они так как раньше было дать 6 месяцев жду потом пробу не давайте видео выйдет побыстрее сейчас у нас 20 а сейчас пообещаю потом это не сбудется сейчас у нас 29 декабря и посмотрим кстати когда я выпущу видео это будет у меня повод побыстрее видео смонтировать и долго не затягивать ладно все увидимся должны дегустации а теперь давайте от дегустируем то что мы сварили конечно я уже все пробовал сливочный эль от гарри 30 декабря я его разливал начальная плотность 12 алкоголь 4 3 айбю 11 попробуем их самое главное что пиво видите у нас без осадка но это конечно прелесть вот этого я так добивался долго долго хотел узнавал как это все делается все планировал как это все лучше сделать просто прелесть пиво довольно прохладная не факт что сейчас будет пена но пена поверьте мне она присутствует и довольно крепкая хорошая нет пена есть пена есть я вас обманул пенка хорошая я вот уже минуту три сижу жду пока пенка уйдет пенка не уходит это прекрасно довольно светлая то есть она осветлилась когда я упробовал где-то 31 декабря она была более мутная но я думал это из-за лактозы но по факту лактоза особой муки не дала то есть ну вообще такое ощущение что пиво просто ну отфильтрованное давайте попробуем вместе с вами прекрасно получилось прекрасное пиво оно получается сладковато в меру ну может быть и об чуть поменьше хмели на горечь дал бы вот мой совет наверное все таки чуть поменьше хмели на горечь нет дрожжевого вкуса просто вкусное пиво бисквитка сладость сладость чувствуется бисквитка немножко если знать что там есть да но если сравнить его с каким-нибудь обычным там или тем же самым то сладость здесь присутствует но ароматы такие чисто пивные в ароматах я не чувствую наших добавок хотя они были конечно минимальные это мускатный орех корица и лимонные цедры но прекрасно прекрасно и в меру сладко я больше лактозы не добавлял но если любите чуть послаще может быть то добавьте побольше грамм например 700 ну вот на мой объем который просто поделите пропорционально по поводу мускатного ореха корицы что то есть немножко если об этом знать если не знаешь никогда не поймешь есть здесь мускатный орех корица лимонная цедра или нет то есть принципе опять же хотите более пиво со специями добавьте побольше газировал я где-то 2 и 2 2 и 3 атмосфер по газации тоже все хорошо и больше не надо люблю сильно газированное пиво хотя вот я сейчас с вами говорю уже как бы найти газы подходит немножко приходится делать склейки хотя это не сильно газированное пиво а теперь давайте попробуем с вами уже варили пиво из гарри поттера давайте попробуем это уже будет эксперимент я такое ни разу не пил и не ел принципе если посмотреть у нас все ингредиенты присутствуют это мускатный орех корица лимонная цедра не хватает гвоздики но я не стал ее классным не нравится ну точнее я люблю гвоздику но не хотела я в этом пиве видеть не хватает сливок я их пробовал последний раз последний раз ну лет двадцать назад если не больше нашел сливки купил и сейчас мы нальем пиво и чтобы это было более сказочно более по-новогоднему сверху украсть им сливками и попробуем не знаю что получится видите сейчас аккуратно наливал пиво но сама пенка есть хорошая сантиметр минимум сейчас мы спросим оператора он наверно тоже попробует такой стаканчик еще видите интересное подобрал играл здесь сейчас хорошо лягут сливки сверху я думал перемешивать не перемешивать на не буду перемешать я тоже думаю не стоит перемешивать как бы вспомнить как это пользоваться еще добавляем вот такой сливочный ну выглядит аппетитно вылет аппетитно спору нет ну кто первый я ты не ну тут же сам сам процесс это то что сейчас вся борода будет сливках все лицо будет сливках ладно я попробую первый ну не знаю дать это вообще неплохо это вообще неплохо но это даже вкусно и кстати вот здесь уже не показывает что у меня все лицо сливках и здесь уже прям вот как-то прямо чувствуется что это сливочный эль из всяких мель здесь вообще в тему сливки они сладкие мель немножко горчит все это еще солодого это кстати ребята интересно очень сейчас нам оператор попробовать мне кажется как-то с ложечки да это все есть но вкусно же да ну да и пахнет вкусно и прямо пиво со сливками кстати хорошо сочетается как с мороженком знаете ладно все на этом будем заканчивать всем спасибо за просмотр что будет дальше не знаю куда смотрел до этого момента дальше наверно все таки будет мне еще несколько видео осталось с старой пивоварни с кастрюлей будет одно видео со старой пивоварни потом с новой я уже помолол сегодня солод на пшеничное пиво опять будем варить пшеничку будем пытаться сделать ее идеальный и будем чередовать пока видео видео есть старые со старой пивоварни с новой старый новый ну и все-таки я думаю я когда-нибудь выложу сида так что ребята пейте пиво варите пиво наслаждайтесь и от самого процесса и от самого напитка всем спасибо за просмотр а